20 октября Tesla начала рассылать некоторым аккуратным водителям бета-версию универсального автопилота, который может ездить и по городским улицам. До конца года компания собирается выпустить стабильную версию, доступную всем водителям Tesla. Исходя из общей концепции, безусловно, автопилот должен помогать упростить действия водителя. Другое дело, что если система пока сырая, если в системе есть определенные уязвимости и неадекватность срабатывания в определенных ситуациях, то это, наверное, будет водителя держать в некотором напряжении. Теперь автомобили умеют проезжать перекрестки автоматически, поворачивать направо и налево, пропускать пешеходов, объезжать припаркованные машины. Однако вопрос о правилах дорожного движения остается открытым. На кого ляжет ответственность, если система нарушит правила дорожного движения? Современное законодательство никто не менял. И, в общем-то, лицом ответственным за совершение административных, ну, либо еще более усугубленных случаев, лежит исключительно на автовладельцах. С технической стороны Tesla можно назвать первым серийным беспилотником, потому что машина может самостоятельно проехать из точки А в точку Б, управляя рулем, акселератором и тормозом. С юридической точки зрения водителю все еще нужно держать руки на руле и быть внимательным, так как ответственность лежит полностью на нем. Иван Булатов, Виолетта Басова, Универньюз.